Итак, всем здравствуйте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий, и мы продолжаем наш разговор об очередном туре российского чемпионата. И сосредоточимся на матче, где одна из команд, на мой взгляд, провела идеальные 90 минут. Это ЦСКА. И не только потому, что они разбили оборону факела, забили много мячей и так далее, а могли, кстати, еще больше, а потому что здесь в целом встреча оказалась просто образцово-показательной для ЦСКА при Владимире Федотове. Здесь мы увидели те сильные стороны, которые, в общем-то, и отличают его тактическую модель Владимира Федотова, именно те моменты, которые и приносят ему результат в удачных матчах. Здесь мы получили вот такой идеальный ЦСКА, который прекрасно обороняется, который великолепно переходит из обороны в атаку, который прекрасно чувствует себя действуя, в том числе по ситуации вторым номером, и который просто вот великолепно наказывает соперника за его ошибки. Здесь, так или иначе, большая часть мячей, пропущенных факелом, это результат их каких-то косяков, перехватов ЦСКА и так далее. В общем, тут ЦСКА оказал просто вот образцово-показательную игру в рамках своей стилистики. И давайте этот матч как раз и обсудим более подробно. Но сперва хотелось бы напомнить, что у меня есть телеграм-канал, где я регулярно публикую статьи и заметочки на футбольную тематику. Там же я делюсь интересными статистическими фактами. Ну и плюс к этому хотелось бы напомнить, что там же, на моей телеге, вы можете получить бонусы от нашего партнера, от компании Пари, которая сейчас предлагает вам фрибет в 2024 рубля. Как его получить, нужно пройти по ссылочке в закрепленном комментарии на мой телеграм-канал. Там вы получите все инструкции и с их помощью получите тот самый фрибет, который дальше можно потратить по своему усмотрению на сайте этой компании, на их приложении. В общем, не затеряйтесь. Ну и да, не забывайте подписываться на мой телеграм, там много всего интересного. Ну а мы сосредоточимся на стартовых составах. Итак, касательно ЦСКА. Здесь, ну, я порой и начинаю шутить на эту тему, что, наверное, болельщики ЦСКА могут заранее просчитать обойму своей команды и заранее определить, кто выйдет на фланге, кто выйдет в центр и так далее. Но сейчас, редкий случай, ЦСКА применяет ротацию. Но это объяснимо, потому что в последнее время у ЦСКА были колоссальные трудности со вторыми таймами. Назовем это так. То есть во втором тайме команда постоянно провисала в плане активности и очень часто упускала в том числе и победные результаты. Вспомните игру с Сочи, например. Почему? Ну, потому что один и тот же состав, ведущие футболисты застаиваются, устают, и в результате начинаются вот эти проблемки. Поэтому здесь, на фоне того, что ЦСКА играет и в кубки, и в чемпионате, нужно было провести какую-то, ну, операцию по освежению обоймы. И вот, пожалуйста, Акинфеев на воротах. А вот в защите, в защите появляется относительно новый персонаж. То есть тут Гаич, Роша, Мойзас, Дивеев. Все привычно. И здесь же, условно говоря, в пятерке защитников, Агапов. Вот, пожалуйста, подтягивают молодых россиян. Дальше. С Диелар и Обликов. Центральная зона. Атака. Фаизулаев довела и Мусаев. Неожиданно, прям скажем. То есть здесь нету Заболотного. Здесь нету Чалова. Кстати, ну, получается, нету и Мендеса с Кельвином в стартовом составе. Это уже с других позиций. Но, тем не менее, то есть здесь, насколько это возможно, ротация была проведена. И в том числе, ну, здесь мы увидели тех, например, игроков, которые друг друга вытесняют из состава периодически. Например, Давила и Фаизулаев. Потому что, да, именно Челеец сейчас выдавил Фаизулаева из состава в соответствии со своей фамилией. А здесь обоим сразу дали возможность показать себя. Ну, и Мусаев на острие. Это совсем интересно. То есть не Заболотный, не Чалов, а третий вариант атаки. Ну, и, кстати, Тамерлан Мусаев показал себя просто прекрасно. Но давайте сперва разберемся с тактикой. ЦСКА поначалу в этой встрече больше владел мячом. Мы увидели ожидаемый стиль игры. То есть мы увидели, что факел Ташуевский вполне себе ожидаемо отдал мяч сопернику, перешел к контратакующему стилю и держался у своих ворот. В общем-то, такая тактика приносит им результаты. Такая тактика является залогом успеха в выездных встречах против больших московских команд. Спартак не даст соврать. И первые 36 минут прошли максимально ожидаемо. То есть здесь 55 на 45 процентов владения в пользу ЦСКА. Опять же, нельзя сказать, что какой-то огромный разрыв, но ЦСКА все-таки это федотовская команда. Они даже в таких случаях не несутся вперед, сломя голову. И вот здесь факел пытался своими извечными козырями добиться своего. То есть плотность, защита и так далее. Но, что хотелось бы отдельно отметить. В этой встрече атака ЦСКА действовала очень разнообразно, очень креативно. И вот бывают у Федотова проблемы с игрой первым номером вот здесь, но, на мой взгляд, этих проблем не было. То есть до первого забитого мяча, когда ЦСКА играл первым номером и больше давил, у ЦСКА было 11 ударов за 36 минут. То есть каждые 3 минуты ЦСКА так или иначе доводил игру до удара по воротам соперника. Факел за это время сподобился всего лишь на 2 выстрела. То есть здесь, ну, мы видим, что ЦСКА вполне себе комфортно чувствовал при игре первым номером. А после первого забитого мяча, ну, футбол потихонечку поменялся, и здесь уже процент владения был в пользу факела. 48 на 52 после первого забитого мяча ЦСКА. То есть то, о чем я говорил, ЦСКА не стеснялся отдавать мяч сопернику. И поэтому ЦСКА очень неплохо чувствовал себя и в позиционке, и, что очень важно, в контратаках, которые раз за разом, скажем так, приводили к опаснейшим ситуациям. Ну и то, что я уже упомянул, ЦСКА блестяще наказывал соперника за косяки. То есть первый гол, как был забит. Обликов отнимает мяч, перехват, и вот, пожалуйста, заброс на Мусаева, тот проталкивает мяч. И здесь еще и вопросы к защите. Как так вы упустили Тамерлан Мусаева, то есть человека, который отличается физикой, и всем понятно, что его нужно держать, как зеницу ока, а тут на тебе. Получите, распишитесь. Это, то есть, первый гол был. Второй гол, ну вот здесь, конечно, опять же, то, что я сказал, прекрасно себя чувствовала креативная зона ЦСКА. Фаизулаев сдавил, и здесь буквально все сделали для Обликова, чтобы тот забил. Но, опять же, они все это сделали при полном попустительстве обороны соперника. Дальше еще одна атака после перехвата. И здесь уже Мусаев подключает других футболистов Фаизулаева, а Базбек забивает гол. Кстати, очень важно для него, чтобы психологически, так скажем, перезагрузиться. Ну, а четвертый гол, ну, здесь быстрая атака. То есть, здесь получается, во всех этих ситуациях, так или иначе, команда быстро переходила из обороны в атаку. Ну, команда пользовалась ошибками соперника, и команда за эти ошибки наказывала. То есть, здесь, ну, в целом, ЦСКА отработал очень круто, и это как раз те качества, которые должны отличать команду Федотова. В обороне, как я уже сказал, они отыграли хорошо. Да, не пропустили в концовке, но есть ощущение, что там, ну, подрослабились. Ну, по счету 4-0 с кем не бывает. Однако, если брать тот момент игры, когда в футболе, когда в этом матче был хоть какой-то спортивный интерес и смысл, здесь все было сделано просто идеально, просто как по нотам. И ЦСКА при этом, что очень важно, во втором тайме фактически добавил, что кардинально отличается от предыдущих матчей, где ЦСКА постоянно провисал и в концовке там терял победы, терял очки и так далее. К тому же, здесь Факел как раз-таки во втором тайме очень активно использовал замены. Там были массовые перестановки в начале второй половины игры. И у меня было ощущение, что Ташуев-то все делает правильно. Это опять же та же самая ситуация, что ЦСКА устает во втором тайме и нужно на этой свежести сыграть. И поэтому здесь сразу после перерыва у Факела появляется и Калинин, который способен на фланге позажигать, и Акбашев, ну, наверное, один из самых креативных футболистов своей команды, который, кстати, и забивать-то мог, но не сложилось. И еще один игрок появился южноафриканский. То есть здесь сразу после перерыва на 46-й минуте троих выпускает Ташуев. И всем понятно зачем. Для того, чтобы свежестью вот как раз компенсировать разницу в классе. Потому что ЦСКА во втором тайме может просесть. А ЦСКА взял, да и не просел. И напротив даже добавил. Так что ЦСКА в некоторых моментах не просто прибавил в этой встрече, а показал качественно иной футбол. И показал, что у команды есть какая-никакая глубина, чтобы проводить ротацию. И есть силы для того, чтобы и в Кубке обыграть Балтику. И вот, пожалуйста, выйти и разгромить факел.